26 марта 2021 года Минобороны России обнародовала информацию о масштабных военных учениях УМКО-2021 Северного флота ВМФ РФ в Арктике. Беспрецедентные маневры стали смелым заявлением Москвы о присутствии и возможностях в этом регионе, пишет американская интернет-издание The Drive, оценивая произошедшее. Три российские атомные подлодки с баллистическими ракетами на борту, одновременно всплыли из-подо льда рядом с Северным полюсом. Геополитическая конкуренция в этой стратегической области планеты возрастает. Это стало хорошо заметно на фоне произошедшей закупорки Суэцкого канала крупным контейнеровозом Ever Given. Протяженность в морпути от Японии до Мурманска составляет около 5800 миль, а традиционный маршрут в Европу через Суэцкий канал превышает 12800 миль. При этом наличие большого флота ледоколов Росатома делает путешествие по СМП безопасным. Кремль официально пока не подтвердил, какие именно подлодки приняли участие в учениях, начавшихся еще 20 марта, и какая из них осуществляла торпедные стрельбы подо льдами. Однако просмотр видео МАРФ дает возможность обоснованно предположить, что два вымпела принадлежат АПЛ проекта 667 «Дельфин», вооруженных до 16, и единиц жидкостных баллистических ракет Р-29-2 «Синева» и Р-29-2,1 лайнер с разделяющимися ядерными боеголовками. Нужно отметить, что в составе 31-й дивизии подводных лодок СФ ВМФ РФ сейчас находятся 5 АПЛ данного типа, К-51 Верхотурья, К-84 Екатеринбург, К-114 Тула, К-18 Карелия и К-407 Новомосковск. Третьей всплывшей подлодкой могла быть либо АПЛ проекта 955 «Борейка» 535 «Юрий Долгорукий», либо К-549 «Князь Владимир» проекта 955 «Абарейка». Эти подлодки имеют на вооружении до 16 и единиц твердотопливных Борпул Р-30 «Булава» с разделяющимися ядерными боеголовками. Кроме того, пара высотных перехватчиков Ми-Г-31 при поддержке самолета-заправщика Ил-78 пролетели над Северным полюсом. В это время на суше при температуре минус 30 градусов по Цельсию проходили учения других родов войск. В рамках арктической экспедиции три атомные подводные лодки впервые в истории ВМФ России всплыли из-подо льда в ограниченном пространстве радиусом 300 метров. Впервые в приполярных регионах по единой схеме и плану проводится комплекс боевой подготовки, научных исследований и практических разноплановых мероприятий. Доложил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов президенту России Владимиру Путину. Русское географическое общество также участвует в УМКО-2021, которая проходит в основном на острове Земля Александры, архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане и вокруг него. Известно, что российские стратегические АПЛ-СФ осуществляют свое патрулирование подо льдами Арктики, где их очень сложно отследить. Они регулярно осуществляют отработку одинарного всплытия, выбираясь из-подо льда, демонстрируя боеготовность. На этот раз произошло групповое всплытие, которым Москва продемонстрировала свою силу. Мы конкурируем. И чтобы быть конкурентоспособными с Россией и Китаем, особенно в Арктике, мы должны быть на поле боя. Поэтому крайне важно, чтобы мы это делали и продолжали создавать возможности, которые позволят нам находиться в Арктике. Заявил в Конгрессе США глава Нордком и нарад генерал ВВС Гленн Ван Херк. Учитывая увеличение интереса к Арктике, можно предположить, что Россия продолжит укреплять свои позиции в регионе.